В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова вместе с главой муниципалитета Валерием Венцелем проинспектировала состояние придомовых территорий и детские площадки. Допустим, пришли во двор, его уже убрали до вашего прихода, поскольку дворник вышел раньше. Сотрудники службы 112 рассказали, какие происшествия происходили на праздниках. В эти дни каждый день не менее 800 звонков поступало на номер 112. Россияне отметили один из самых главных праздников для любого православного человека – Рождество Христово. Где есть Рождеся, царь иудейский, Виде хамбо звезду его на Востоце. Ленинский городской округ посетила заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова. В ходе визита совместно с главой муниципалитета Валерием Венцелем было проверено состояние некоторых придомовых территорий и детских площадок. Особое внимание было уделено работе сотрудников управляющих компаний со специальным мобильным приложением. В нем определены 4 объекта для контроля за уборкой снега во дворах тротуар, детская площадка, внутридворовый и внутриквартальный проезды. По данному нововведению, у представителей городских служб пока еще немало вопросов, ведь приложение работает всего чуть больше месяца. Проблема есть в чем? Первое, что геолокация иногда не совпадает с реальным положением дела. Эта проблема у вас сейчас уйдет после новогодних праздников, потому что завершил процессор у всех дипов, соответственно, оно будет появляться только по организациям. Если у лютик есть всего детских площадок 10 штук, значит, только 10 штук он будет видеть. Ежедневно для каждого двора в приложении создается три задания. Допустим, пришли во двор, его уже убрали до вашего прихода, поскольку дворник вышел раньше. Вы пишете, что уборка не требуется, чтобы сделать одну фотографию, или делаете до-после? Если действительно требуется уборка, если убрали не до конца, мы делаем, что требуется уборка. Дальше в приложении идет выставление процентов, насколько убрано или нет. Ставишь, насколько убрано, грубо говоря, 50%. Потом убирается территория досконально, чтобы никакого мусора не было. Повторно заходишь в приложение, у этого же задания оно зарезервировано уже, и ставишь, что не требуется. То есть, если вы понимаете, что у вас дворник выходил, и сейчас состояние территории абсолютно не вызывает никаких замечаний, делайте, пожалуйста, фото до-после. Понимаете, у нас получается, что не требуется, это как будто на этой территории уборка не проводилась. Далее встречу продолжили у кинотеатра «Искра». Масштабное благоустройство здесь ведется серединой лета прошлого года. Светлана Аипова осмотрела набережную Тимоховского пруда с многофункциональным деревянным настилом, а также новую современную детскую площадку для ребят от 3 до 12 лет. Стоит отметить, что заместитель министра была приятно впечатлена качеством работы. Традиционно год в России начинается с долгих праздничных дней, когда вся страна отдыхает. Но в дни торжеств немало и тех, кто работает без выходных. Например, сотрудники службы 112. Этим людям, как нельзя, лучше известно, что и где происходило на праздниках. Здравствуйте. Падрескак. Сейчас в пункте единой дежурной диспетчерской службы относительное затишье. Выходные же традиционно были весьма напряженными. У нас в среднем за сутки поступает от 600 до 700 звонков, то сейчас в эти дни каждый день не менее 800 звонков поступало на номер 112. Большинство звонков по линии скорой помощи. Если обычно в месяц операторы принимают порядка 3-3,5 тысяч звонков, то только в эти каникулы скорую вызывали 2440 раз. По линии ЖКХ зафиксирована только одна серьезная авария. Была неприятная ситуация у жителей нескольких домов Купиленки, когда практически в новогоднюю ночь с половины 12 и до обеда следующего дня была отключена холодная вода из-за технических проблем в трубопроводе холодного водоснабжения. Перед праздниками пожарные службы вели активную разъяснительную работу по обращению с салютами и петардами. Видимо, поэтому никаких серьезных пожаров во время праздников не произошло. Несколько раз огнеборцы выезжали на тушение мусора и один раз автомобиля, который воспламенился из-за технической неисправности. По линии МВД одно серьезное происшествие, случившееся 2 января в поселке Володарского. После распития совместного спиртных напитков произошла поножовщина, в которой один из нападавших скрылся, но успел нанести на живое ранение, от которого пострадавший скончался. Несмотря на озвученные факты, сотрудники единой дежурной диспетчерской службы отмечают, что в целом праздничные дни прошли спокойно. Вот-вот отгремит еще один Новый год по старому стилю. Именно после него большинство россиян убирает праздничные украшения в своих квартирах. Прежде всего это касается новогодних елок. Юлия Погосян выяснила, как подарить зеленым красавицам вторую жизнь. В Новый год некоторые люди предпочитают наряжать живые елки. И хорошо, если дело касается несрубленного дерева, как, например, в одном из дворов города Видное. Здесь местные жители вышли на улицу и нарядили игрушками вот такую вот несрубленную елочку. Но другие покупают срубленные деревья и несут их к себе домой. Наслаждаются ею все праздники, а после выбрасывают. Но как же правильно утилизировать елку? У нас была искусственная елочка до сих пор стоит. Почему вы считаете, важно ставить искусственную елку? Ну, она у нас много лет. Даже не думали, что надо новую покупать. А к живым как относитесь? У нас много живых елочек во дворе. Он все украшен. А вот рубить и домой нести, как вы к этому относитесь? Плохо отношусь, плохо отношусь. Вот лучше во дворе пускай растут. Наглядный пример, как после праздников когда-то любимые елочки оказываются на помойке. А ведь дереву можно было подарить вторую жизнь. Сразу после Старого Нового Года на улицах городского округа появятся заметные синие контейнеры, куда и надо будет сдать свою зеленую красавицу. После деревья соберут и отвезут на специальные предприятия, где их переработают в щепу. Она станет удобрением для вновь высаженных елей. Очень удобно. Пользуемся, да, дети у меня пользуются. Да, очень удобно. Хорошая идея? Хорошая идея, конечно. Ну, а то валяются где-то непонятно, где около помойки наложат, а это определят, и животные вроде сытые, и вообще все это в дело идет. Нету мусора, грязи не будет все-таки. Вот это в отходах я слышала их для животных или для кого-то там собирают, для лосей. Так что все нормально. Желательно еще как-то новогодние эти все базары приводить в порядок, елочные. Что именно? Ну, когда 31 числа все елочки лежат и такие грустные, да, то с этим тоже нужно работать. Пунктов по приему елок в Ленинском городском округе будет 15. В два совхозе имени Ленина, столько же в поселке Горки Ленинские, три в деревне Сопроново, по одному в Развилке, на Володарке, в Боброво, на Водрожино, в жилом комплексе Бутово парк. В Видном площадке по утилизации расположатся в микрорайоне Зеленые аллеи. А в центральной части города Видное пункт по утилизации елок будет находиться здесь, возле здания МУП УК ЖКХ по проспекту Ленинского комсомола 23-3. Утилизировать свою елку можно с 15 по 31 января. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Иргасадовская, Видное ТВ. В детское отделение Видновской районной клинической больницы поздравить маленьких пациентов пришли гости. Дети получили не только заряд новогоднего и рождественского настроения, но и подарки от Деда Мороза. Подробнее в нашем сюжете. В эти праздничные дни в детском отделении Видновской районной больницы чувствуется новогоднее настроение. В палатах достаточно многолюдно. Сейчас на лечении тут находятся 46 детей и 30 мам. Пожелать крепкого здоровья всем пришел Дед Мороз. Подарков целый воз Дед Мороз вам всем привез. В каждой палате его принимали с радостью и малыши, и ребята постарше, и родители. Многие дети рассказывали стихи, ведь, как известно, Дедушка Мороз очень любит поэзию. Самую пушистую, самую красивую. Деречка так пахнет, мама с дедом аху. Новый год – время подарков. И без них Дед Мороз не пришел. Все подарки организаторы разделили по возрастам пациентов. Позже они поделились, почему так важно всегда и везде создавать праздник. Доброта – это то, что нельзя потрогать, пощупать, но ее можно ощутить. И мы хотим вот именно празднованием таких замечательных праздников, как Новый год и так далее, мы хотим приобщить с молодых ногтей, что называется, детей к добру. Новый год – это такой праздник, когда хочется радости, сюрпризов, каких-то подарков. Это делает людей добрее, не только детей, но и всех тех, которые работают с детьми, которые растят детей. Поэтому это очень важно в нашей жизни. Пациенты районной больницы отметили, что эта акция стала приятным предновогодним сюрпризом. А на будущий 2020 год ребята пожелали всем видновчанам… Естественно, здоровья, чтобы никто сюда никогда не приходил в больницу, чтобы все были здоровы, чтобы у всех было хорошее настроение, несмотря на погоду, несмотря на все трудности, и чтобы у всех все получалось. Мы никогда не болели, никогда не приходили в больницы, дома. Я хочу всем людям честно пожелать, чтобы они не вели себя как звери, чтобы они были культурными, чтобы у них был удачный Новый год, чтобы, естественно, они его хорошо отпраздновали. Они вот как некоторые в больнице, чтобы они провели его с семьей. Желаю, самое главное, здоровья всем, и быть удачными в этом году, и больше, больше, больше везения. Оказаться на Новый год в больнице не хотел бы никто. Однако подобные акции – лучший подарок, который дарит по-настоящему позитивные эмоции. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Россияне отметили один из самых главных православных праздников – Рождество Христово. В нашем муниципалитете праздничные и божественные литургии прошли во всех храмах. В одном из них, Александра Невском, побывала и наша съемочная группа. Рождество Христово – один из 12 главных праздников православной церкви. Вплоть до IV века крещение Рождество отмечали в один день. Но постепенно Рождество выделилось в отдельный праздник, который ежегодно собирает в храмах на торжественную литургию тысячи людей по всему миру. Один из величайших праздников – христианство. А почему вы так считаете, что это один величайший? Потому что Иисус Христос родился, наш Спаситель. Светлый такой классный праздник. Не знаю. Это семейный праздник. И в доме должно быть всегда добро, а люди ждут всегда непременно какого-то волшебного чуда. В нашем муниципалитете праздничные торжественные литургии прошли во всех церквях. Не стало исключением и Александра Невский храм. Где есть Рождество, Царь Иудейский, Виде Хамбо звезду Его на Востоце. Многие пришли на Рождественскую службу целыми семьями. Это родился Спаситель нас, Иисус Христос, который за нас отдал свою жизнь. Вот наш муж, мой муж прошел с детьми, мы идем. Мы каждый праздник ходим всегда на службу. И у нас такое чувство, как будто начинается новое что-то, обновление идет. Это начало всех начал. Очень светлый и радостный праздник. Вы всегда стараетесь прийти вместе? Мы приходим, да. Уже много лет приходим вместе с внучкой всей семьей. Вера, она в душе, конечно, человек. Но какие-то традиции нужно соблюдать. И вот для меня это, да, традиция прийти в Рождество, в храм. Как-то почувствовать именно праздник. Храм был украшен традиционными еловыми ветвями. В воздухе витала праздничная атмосфера. И каждый, кто пришел в эту ночь в храм, старался поделиться радостью с другими. Миры, добра и счастья всем. Здоровья, конечно же. Счастья семьям, детям. Вообще всем людям в целом. Благополучие, достатка, семейное счастье. Миры и добра. Чтобы все были счастливы, здоровы и живы. Прежде всего. Самое главное. Верующих было настолько много, что храм не смог вместить всех желающих. Но люди продолжали приходить на божественную литургию до поздней ночи. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова